Двор в центре города облюбовали лица без определенного места жительства. Там пылище, грязище, все попереломали, там вот здесь тоже вот это вот все, качели, все, тут уже ничего нет. Где детям, где детям можно играть и где заниматься. В поселке Кунге решают проблему с перебоями электроэнергии. Усаревшие провода мы снимаем и вместо них вешаем новые провода. 21 год казахстанской полиции. Более 500 сотрудников правоохранительных органов удостоились наград. Двор в центре города постепенно превращается в свалку. Антисанитарию грязь на улице Ленина разводят местные бродяги. Самостоятельно справиться с новыми соседями жители не в состоянии. Подробности у нашего корреспондента. На прошлой неделе депутаты городского маслехата обошлись с проверкой многие дворы города Караганды. Одни они раскритиковали, другие похвалили. Улицу Ленина они назвали самым благополучным золотым квадратом города. Однако у местных жителей несколько иная точка зрения на этот счет. В этот день самих бездомных на месте не оказалось. Их забрала полиция. Но территорию, которую они облюбовали, невозможно не заметить. Хлам, картонные коробки, которые, по-видимому, служили кроватью для местных бродяг, мусор, остатки пищевых отходов – все это в сквере перед улицей Ленина. Прибывать здесь – настоящее испытание. На лавочках сидят, грязь, мат, водка. А потом, естественно, наклюкаются в такой степени, что где-то тенек им нужен. По словам местных жителей, бродяги облюбовали не только сквер, но и всю территорию двора. Здесь стоит детская площадка, где играет местная ребятня. По соседству они всегда трезвые бездомные. И только тяжелая лопата жителей дома может прогнать их со двора. Стражи порядка положение не спасают. Бескровных забирают, но через некоторое время они появляются вновь. Я с ребенком туда пройти не могу, потому что, во-первых, зараза, во-вторых, тут байраки такие, в-третьих, такого контакта нам не надо. Содержать двор в чистоте стремятся сами жители. Своими силами они убирают последствия жизнедеятельности бездомных. Конечно, мы не можем, мы не в состоянии все вот это вот каждый день, здесь эту грязь, собирать эти бумаги, бутылки из-под пива, из-под водки. Презервативы здесь валяются, скамейки все сломанные. Как было хорошо, когда сразу сделали. Чистота, порядок. Амина Смак, Важа Сулана Мандыков, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Городской Акимат пытался незаконно выселить семью из арендного жилья. После длительных судебных тяжб, карагандинцы все-таки отстояли свое право занимать квадратные метры из государственного фонда. О резонансном деле сегодня рассказали в Козыбекбийском районном суде. Еще 15 лет назад карагандинец, инвалид первой группы, вместе с членами семьи встал в очередь на предоставление жилья из государственного фонда. В 2006 очередник умер. После его смерти возможность получить жилье от государства по закону за ним сохранилась. В 2009 квартиру получили его родные. Вот только в договоре аренды отдел ЖКХ Караганды им отказал. В 2012 году ИСТЕЦТ обратился в отдел ЖКХ с заявлением о выдаче договора аренда. Однако ему было отказано на том основании, что уже в 2012 году, то есть спустя три года после заселения, было заседание еще одной жилищной комиссии, где было принято решение отказать ИСУ в предоставлении жилья из государственного жилищного фонда. Тем временем отдел ЖКХ обратился в суд со встречным иском, мотивируя тем, что после смерти очередника его очередь на получение жилья за членами его семьи якобы не сохранилось. Нет инвалида, нет квартиры, говорили в Акимате. Чиновники требовали выселиться из жилья, где карагандинская семья уже успела сделать ремонт. На основании закона Республики Казахстана о жилищных отношениях право на получение жилья из государственного жилищного фонда предоставляется гражданину вместе с супругом и несовершеннолетними детьми. И в случае смерти гражданина очередность сохраняется за оставшимися членами семьи вместе с ним, состоявшими на учете, если при этом не отпали основания для признания их нуждающимся в предоставлении жилища из государственного жилищного фонда. На момент смерти своего отца истец ТЭП по-прежнему нуждался в предоставлении жилища из государственного жилищного фонда. На этом основании ему и была предоставлена в 2009 году квартира. Судебные тяжбы длились почти год. В итоге суд обязал отдел ЖКХ оформить состцом договор аренды, а в иске чиновников о выселении семьи из квартиры было полностью отказано. Задачу взятки сотруднику колонии задержан бывший заключенный. Его поймали с поличным во время передачи 10 тысяч тенге контролеру учреждения АК-159-18, сообщает финансовая полиция области. Двоюродный брат одного из заключенных колонии в Карабасе через контролера пытался передать заключенному запрещенные предметы – сотовый телефон и сим-карту. За это сотруднику учреждения он предложил взятку в размере 10 тысяч тенге. В итоге его задержали финансовые полицейские и сотрудники департамента уголовно-исполнительной системы. К слову, ранее задержанный уже отбывал наказание за хранение наркотиков. В настоящее время в отношении присяжного Виталия возбуждено уголовное дело по статье 312 Уголовного кодекса Республики Казахстан по факту дачи взятки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Привемся на короткую рекламу и не переключайтесь. Далее все самое интересное. Девятое. Международная выставка технологий и оборудования для горно-металлургического комплекса и рационального использования недр. Майнинвик Казахстан 2013 с 26 по 28 июня. Караганда. Стадион «Шахтер». Телефон плюс 7-727-250-1999. Иссык-Куль. Райские отдыхы доступны каждому. Великолепное горное озеро, песчаный пляж, чистейшая вода, горы, аромат зелени, благоухание цветов, благоприятные условия для отдыха и лечения. Отдых вместе с Карлыбаш. 42-42-15, 42-42-21. В торжественной обстановке отметили свой профессиональный праздник полицейские Караганды. В 21-ю годовщину создания органов внутренних дел Республики Казахстан были поощрены около 500 сотрудников. Неутомимых стражей порядка поздравил Аким области Балжан Абдишев. История казахстанской полиции началась 23 июня 1992 года. Президентом Республики Казахстан был подписан закон об органах внутренних дел. Это был первый акт, определивший цели, задачи, функции казахстанской полиции. Была разработана новая символика образцы обмундирования. Началась новая история правоохранительных органов. Законность, правопорядок, спокойствие граждан – вот алгоритм повседневной службы казахстанских полицейских. За эти годы в нашей стране немало сделано для того, чтобы вы достойно выполняли воздушную на нас миссию. Очистляется модернизация всей правоохранительной системы нашей Республики. Введены правовые механизмы защиты собственности. Проведена организация уголовного законодательства. Оптимизирована сегодня структура органов министерства внутренних дел. В зале Казахского драматического театра имени Закена Сейфулина собрались полицейские всей области, их семьи, ветераны органов внутренних дел, семьи погибших сотрудников. Приказом министра внутренних дел, распоряжением Акима области, приказом по ДВД, за добросовестную службу, профессионализм наградили лучших из лучших. Поздравить карагандистских полицейских приехала звезда казахстанской эстрады Алдынай Жоробаева. Неоднократно жители Кунгей жаловались на перебои с энергией. Компания Караганды Жорык взялась решить эту проблему. Начались работы по замене электрических проводов в поселке. Их планируют закончить в течение недели. Кунгей пока расположен практически в степи. Этакая пасторальная идиллия, слияние человека и природы. Но без благ цивилизации сегодня никто жить не хочет. Урбанизация на дворе. Требования жителей частного сектора вполне обоснованы. Платить за электроэнергию надо. Но только давайте качественную услугу. В Караганды Жорык это отлично понимают. Модернизация, которая происходит в ТОО, и направлена на повышение качества оказываемых услуг. Основная работа приходится на летние месяцы. Чтобы не терять теплые дни, бригада электромонтажников работает без перекуров. Ускоряются, как могут, при подъеме на опору. Надо заменить около километра от служившего свой век провода. Текущий ремонт воздушной линии 0,4 киловольта. На данный момент меняются провода между опорами. По жалобам потребителей мы стараемся, чтобы все эти работы ведутся для получения качества и бесперебойной подачи электроэнергии потребителям. Сегодня применяются самоизолированные провода. Это практика во всем мире. Они дольше служат, да и аварий меньше. Нет, это не тяжело, это каждодневная работа. Мы никакие трудности тут не испытываем. В Караганде заменены воздушные линии новыми проводами на 20%. Основная работа еще впереди. Техническое оснащение Караганды Жарык улучшается с каждым днем. Основная задача борьба с энергопотерями выполняется последовательно и неуклонно. Сергей Высокосов, Марат Культенов, Первый Карагандинский. Молодежь обсудила темы абортов и добрачных отношений. В молодежном дискуссионном клубе «Еркэн Пэкэр» всерьез взялись до полового воспитания подростков. Обсуждать актуальные вопросы приехали лидеры молодежных организаций, специалисты медицинских учреждений и студенты. Основная цель мероприятия – это привить молодежи чувство ответственности за свое будущее. Тема, связанная с ранними абортами, в последнее время приобретает все больше популярность среди молодежи. На семинаре представители молодежных организаций обсуждали вопросы о прерывании нежелательной беременности в раннем возрасте. По мнению опытного специалиста, аборт в любом возрасте опасен. Аборт очень вреден для здоровья, потому как он оказывает гормональные нарушения, может привести к гормональным стрессам, ситуациям, также к воспалительным процессам. Никогда нет стопроцентной гарантии, что после проведенного аборта может наступить последующий беременность. Организаторы проекта считают, что такие мероприятия должны проводиться как можно чаще, ведь ежегодно в Казахстане совершается не менее 100 тысяч абортов. И, как показала статистика, более 40% к ним прибегают подростки. Сегодня у нас заседание посвящено теме правильное планирование семьи, залог успешного успеха любого государства. Ну, в частности, мы будем обсуждать сегодня тему проблемы аборта. Амина Смакова, Жаслана Мандыков, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Специализированный центр обслуживания населения на улице Муканово успешно прошел этапы пилотного проекта и постоянно расширяет спектр услуг для населения. Сегодня сюда могут обращаться не только физические, но и юридические лица. Все подробности в репортаже Сергея Высокосова. 8 декабря прошлого года был открыт первый пилотный проект в Казахстане по обслуживанию населения по линии регистрации транспортных средств, выдачи водительских удостоверений. Сегодня специализированный ЦОН обслуживает в день как минимум 200 человек. Время обслуживания от 20 минут до полутора часов. Предлагаю просто проследить почти в онлайн-режиме действия посетителя. Но предположим, вам надо продать автомобиль. Вы заезжаете в ангар. Здесь одновременно 8 инспекторов, криминалистов дорожной полиции проверяют номера кузова и двигателя вашего авто. При выезде из ангара возникает только один вопрос. Так быстро? Дальше ваш путь лежит в фойе ЦОНа, где вас встречают и направляют к модератору. Происходит сверка документов по электронной базе данных. Вам выдается номер электронной очереди. Все. Надо только дождаться вызова по монитору. Данные процедуры являются бесплатными для клиентов. Это является одним из плюсов обслуживания в специализированном центре обслуживания населения. В течение 15 минут изготавливаются техпаспорта и присваиваются номера на транспортное средство. И уже на выдаче получают новые документы на транспортное средство, зарегистрированные в базе данных. Действительно, здесь не надо оплачивать нотариальные услуги, только госпошлину. Все помещения оснащены соответственным оборудованием, которое исключает вмешательство человека. Даже процесс сдачи экзаменов на водительское удостоверение. Пока мы отвлеклись, наши посетители уже получают документы и права с номерами на только что приобретенную машину. На все про все 43 минуты. Оплачивать куплю-продажу можно как за наличный расчет через кассы, так и через банковский терминал. На сегодня только по регистрации и перерегистрации транспортных средств обслужено уже более 12,5 тысяч клиентов. Нареканий не было. Сергей Высокосов, Марат Кулкенов, Первый Карагандинский. Выпуск продолжит новости спорта. О них расскажет Берик Апаров. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. В воскресенье 23 июня на стадионе «Шахтер» чемпион страны в рамках 16-го тура премьер-лиги по футболу принимает на своем поле футбольный клуб Атырау. К слову, сразу на следующий день в швейцарском городе Ньон пройдет жеребьевка предварительных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Представители казахстанских клубов уже вылетели в Швейцарию. От караганинского «Шахтера» отправился спортивный директор Улуббек Асанбаев. В Тимиртау на стадионе «Строитель» стартовал первый тур республиканского юношеского первенства среди девушек 99-го 2000-го годов рождения. Всего в соревнованиях принимает участие 6 команд – Караганда, Алмата, Актубе, Тарас и два коллектива из Шимкента. На первый тур в гости к Тимиртауской команде приехали шимкентский и актюбинский сборные. Следующий тур пройдет в городе Павлодар. На сегодняшнее соревнование участвуют 4 команды. Это «Шимкент-1», «Шимкент-2», и актюбинский сборный, и карагандинский сборный девчонки. Основная цель провести чемпионат республики Казахстан по регионам Тум, это отборочно идет, чтобы после окончания по всей фигуре финальной девчонки, которые чемпионы, входят в состав национальной сборной чемпионата РК. Наш выпуск подходит к концу. Напоминаю телефон новостной службы 1 Карагандинского 420649. Звоните, делитесь интересной информацией. Я желаю вам приятных выходных. Всего доброго. Аман Сау Боуздар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин